Вопросы социальной сферы на особом контроле у власти. Сегодня в администрации на оперативном совещании подвели итоги реализации программы по обеспечению квартирами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И разъяснили обо всех существующих в регионе мерах поддержки медицинских работников. На начало календарного года в список на обеспечение жильем было включено 20 человек, а по итогам года было обеспечено жильем 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели израсходовали свыше 72 миллионов рублей. В 2021 году квартиры для лиц в вышеуказанной категории были приобретены в населенных пунктах городского округа Серпухов, центральной части городского округа, поселке Аборец, поселке Пролетарский, деревня Васильевская, поселке Мирный, поселке Кирпичного завода, поселке Шарапово охота. Данные населенные пункты имеют развитую инфраструктуру, имеют школы, детские сады, магазины, медицинские учреждения, транспортную доступность. Все предоставленные квартиры благоустроенные, с произведенным ремонтом, с установленными счетчиками учета воды. В 2022 новоселье отметят 29 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из регионального бюджета уже выделено порядка 80 миллионов рублей. В городском округе Серпухов сложилась хорошая практика, когда мы перед покупкой осматриваем жилые помещения вместе с детьми, вместе с законными представителями и заранее знаем мнение тех, кто будет получать жилые помещения. Чтобы не складывалась ситуация, когда мы купили квартиру, а эту квартиру никто не готов на себя принять. Поэтому я прошу в таком же ручном режиме сопровождать это мероприятие. Мероприятие важное. Самое главное, что по результатам, если мы его сделали качественно, всегда мы видим позитивный отвлек со стороны законных представителей, ну и, конечно же, детей. Сотрудники Управления опеки и попечительства сегодня поблагодарили главу муниципалитета за очень бережное отношение к вопросу обеспечения жильем детей-сирот. Меры социальной поддержки медицинских работников введены в начале года в вторая тема оперативного совещания. К региональным мерам поддержки относятся предоставление ежемесячной денежной выплаты медработникам с высшим или средним медицинским образованием в размере 20 тысяч рублей. Для получения выплат необходимо специалистам учреждений здравоохранения подать заявку на региональном портале услуги «Мосрек.ру». Срок рассмотрения заявки – 10 рабочих дней. По состоянию на сегодняшний день из городского округа Серпуха в Московской области заявку на получение областных выплат подали 15 человек. Врачам, занимаемым должности, не вошедшим в перечень должностей, имеющих право на получение областных выплат, таким как врач-стоматолог, врач-уролог, врач-клиникодиагностической лаборатории, врач-гастроэнтеролог со стороны муниципалитета, будет предоставляться компенсационной выплатой за найм жилья в размере 50% стоимости найма, но не более 15 тысяч рублей. Компенсационные выплаты за найм жилья в размере 50% от стоимости найма предоставлялись на протяжении последних лет в нашем муниципалитете. В 2021 году 28 работникам учреждений здравоохранения выплачивалась данная компенсация из бюджета городского округа Серпуха. Продолжает работать и такая региональная мера поддержки, как социальная ипотека в рамках государственной программы «Жилище» и доплата к зарплате дополнительным категориям медработников за повышенный объем работы в условиях пандемии. К ним относятся и водители скорой и неотложной помощи, операторы поликлиник. До 2022 выплаты предоставлялись медработникам, задействованным в лечении пациентов с коронавирусом. К муниципальным мерам поддержки медработников относятся предоставление служебного жилья, выплаты стипендии студентам, которые обучаются по целевому направлению в размере 3000 рублей ежемесячно, предоставление земельных участков врачам. Так, за пять лет выдано 60 служебных квартир. С четырьмя врачами заключен договор на получение земельных участков. Еще семь заявок находятся в работе. 38 участков рассматриваются медицинскими специалистами для последующей подачи заявки и сбора необходимых документов для оформления. Мы понимаем нашу с вами удаленность от Москвы, наш дефицит по медицинским кадрам. Он действительно имеется, и каждый медицинский работник, который приезжает к нам и дает свое согласие, он на вес золота. Поэтому я прошу в тесном контакте с главными врачами все данные заявления отрабатывать. Отдельный подход должен быть по поводу выплаты компенсации за найм жилых помещений, учитывая те изменения, которые вступили в силу с 2022 года. Теперь не только из местного, но и из регионального бюджета будут проходить выплаты. Поэтому здесь тоже нужно помочь медицинским работникам вручную сопроводить, для того, чтобы у нас все получили принадлежащие и подлежащие выплаты. В прошлом году за счет существующих мер поддержки удалось привлечь на работу в ЦРБ 6 педиатров, 9 терапевтов, акушера-гинеколога, 6 анестезиологов, 2 кардиолога, невролога, отоларинголога, офтальмолога, травматолога, ортопеда. Двух врачей функциональной диагностики – детского хирурга, эндокринолога, эндоскописта. Обратили сегодня внимание на то, что эпид-обстановка в регионе усложняется. Инфекционный стационар в Серпухове практически заполнен. Нужно соблюдать масочный режим и быть бдительными.